спасибо большое но сегодня у нас еще два так что вы можете спокойно подрывать сходить за кофе те кто пришел на физика они для физиков они на будет они до гуманитарную о чем сегодня поговорить тема такая очень сложно интересная мощь и долго выбирать название а сам это все будет несколько проще мы начнем именно с великих рекорд что это такое когда они произошли а почему они случились какое не имеет значение в целом для страны и в особенности для развития общественных отношений следующий слайд да я я вас сразу предупреждали немножко прослужен поэтому первые ряды я буду первые ряды я буду испытывать ваш иммунитет это периодически собриваться кашляю хай уж простите не и да россия 1855 года почему была выбрана такая до 1855 году ушел в жизни император николай 1 тушитель декабристов какого называли ушел от жизни он вследствие тяжелой болезни многие сочли что фактически это было самоубийство поскольку император ездил зимой и поздней осенью на парады в очень легкой одежде заболел воспалением многих и запретил себя ничьи почему потому что как раз это время россия вела крымскую войну одновременно с турцией англией францией и маленьким сардинским королевством на севере италии которая вскоре объединила вокруг себя весь итальянский полос война оказалась действительно проиграна и никого 1 не смог наложить крушение своей страны что из себя представляла представляла россия ты начала 1855 года кого смерти замены его на троне на его сын александр 2 1 дефицит бюджета 307 миллионов рублей это гигантские цифры путем времена причем дефицит бюджета вырос за военные годы в несколько раз до начала военных лет война началась писать третьем году он составлял порядка сорока трех миллионов рублей а второе очень важно посмотреть еще составляют доходы казна когда я готовился к этой лекции я торжественно обещал что мы не будем ничего говорить о современной политике пусты циферблат не политики образовывать не политики но вы сами понимаете всегда это больше числа ходов казна и сороксов 23 процента это винные откупы то есть государство делегировала кому-то право торговать или производить алкоголь 3 процента доходов казна и именно винов следующий пункт считаю что причем россии является крепостное право действительно ситуация была гораздо хуже чем мы сами с вами можем себе представить я не буду приводить данные которые есть в трудах историков права не составляют как правило количество крепостных приводится порядка 6 порядка по моему 40 миллионов человек при этом очень важный факт на которые хочу обратить ваше внимание в течение первой половины девятнадцатого века соотношение крепостного населения и городского населения меняется в пользу городского что это значит это не значит что крепостных становится меньше потому что их отпускают на свободу не потому что они уходят в город как 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 отмечают историки источники плохо размножаются в неволе но это плохая цифра то конечно но она очень хорошо характеризует полный единизм среди среди крепостного крестьянства не желание даже рожать детей воспитывать и соотношение меняется не за счет того что увеличится городской населения за счет того что скорее уменьшается количество препостных 4 количество крестьянских бунтов здесь я привожу цифра только за год из 51 55 и 32 крестьянских бунтов среднем год за предыдущий год их количество было меньше это также характеризует недовольство крестьянных положений пятая цензура как ответ на двумс посреди населения как известно николай второй простите николай первый ступает на престол в тот момент когда происходит восстание декабристов это стало родовой травмой для него во первых император утрачивает доверие к аристократии дворянство старается операция на выход из разнообразных строев на так называемых разночинцев и во вторых он старается стремительно души всякое военнодумство пушкин становится личным по цензу и мы поэтому николай первого всяческие попытки военнодумства пресекать например декрашенцев в числе которых будет остальность не подвергать гражданской казни философ чада автор много известных философских писем вовсе наблюдается сумасшедшим и дичь и вывод продается на принудительная лечение шестое николай первый пусто выхода знаменитого и знаменитого с пьесой точнее с галитой постановки ревизор устраивает проверку на коррупцию в среди чиновников результатом говорит своему сыну в этой стране сашка не ворует только два человека ты да я очень яркая характеристика 7 слабое развитие инфраструктуры яркий пример когда это твои надо гораздо сложнее перетащить подкрепление из центральной россии в севастополь чем англичанам привести свои своих людей из англии моря слабое развитие инфраструктуры 8 характер экономики но в россии мало что производит в основном в основном она торгует чем естественными ресурсами например и и а за этот интерес славный пульс 9 старевшая армия армия слабо организована армия которая побеждала наполеона в 12 13 14 году которая давила восстание в польше в тридцатом году восстание венгрии сорок восьмом году оказывается не способна справиться с новейшими европейскими армиями англии франции она стала технически она стала технологичка она стала организационным и наконец 10 поражение в крымской войне как пишет отечественные истории и самый великий из них василий успеевич ключевский именно севастополь именно неудачная неудачная оборота севастополя необходимость его оставить привели к мысли русское общество что ребят датском королевстве простите в русском царстве не просто все подгнило а если мы не начнем что-то менять то страна просто развалится следующий слайд государь осмелюсь вам доложить в париже поставлен спектакль некоторым образом порочащий честь великой императрицы екатерины бабушки ваши передайте императору франции если он немедленно не прекратит это представление я пошлю в париж миллион зрителей в серых шинелях которые смогут освистать его николай первый всемирная история банк империал это то из ранних творений тимура первого бокс не история реальный исторический подтекст эта история абсолютно реально она случилась 1852 году для чего она важна здесь как себя воспринимает русские императоры как себя воспринимают россия в европе только посмейте что-то сделать без нашего на то разрешение мы вам устроим и вся вот это вот фантасмагория все это само восприятие россии николая первого она моментально ручится во время крымской войны следующий слайд будет и чему россия приходит здесь две цитаты позвольте я их не буду прочитывать вы можете все это сделать сами важно кому они преодолевают они по сути свои абсолютно идентичны первое замечательному бородатому старцу это господин погодим русские общественные дети историк журналист выходит из крепостных христиан и что для нас самое важное он был сторонником так называемой теории официальной народности самодержавая православия народность представителям таким образом консервативных и ультраконсервативных сил россии вторая цитата приотлежит александра ивановича герцога наоборот радикального мыслителю близкому к революционному по к появляющимся революционному течению и одному из первых политки мигрантов который за свой счет содержал там часть нашей русской эмиграции которые туда сбегали уже позже и издавал на колокол который какая-то как известно кое-кого разбудил нашей стране как вы видите цитаты примерно говорят одно одно и то же свобода отмена крепостного права отмена цензуры и так далее то есть это понимает различные свои общества дальше так нельзя если мы дальше будем так продолжать закончится все очень плохо говорят и консерватор и радикал следующий слайд новый император александр второй он не был не по реформатором не по призванию не по уму своему но у него хватало современности я бы так сказал понять что тоже дальше так нельзя первое из текстов приотлежит манифеста по случаю окончания крымской войны 56 году нижний александр второй фактически с первых дней своего правления реанимирует и делать венок крепостного права отмена идея это не новая я еще бредила и екатерина 2 и и надеялся осуществить александр 1 и занимался николай 1 однако не у кого не хватало пороху отменить крепостную александр 2 начинается этой идеи активно носиться формулирует вокруг себя группу людей которые как которые хотят пойти на отмену крепостного права когда он приезжает в москву местное дворянство говорит ему царь батюшка тут слух пошел что ты крепостное право хочет этот фраз отвечает на это александр самая главная мысль которую транспировать ребята если мы не отменим крепостное право сверху она отменит себя снизу это будет стоить очень много крови на следующий слайд нам начинается великий реформ почему они велики течение ну по сути на самом деле не 20 лет а 10 лет происходит масштабная модернизация россии она касается в первую очередь общественных отношений самое главное считается реформа это длина крепостного права 17 евро на 1861 года очередной годовщина уступления на престол и Александр второй публикует манифест вот меня крепостного права резонанс течающий крестьяне радуются общество радуются князь кропоткин будущее анархисты ненависты коллекса на втором дневнике записал что если бы в этот день царя стрелян я бы своей груди за клубы что же на самом деле этого манифест крестьяне перестают быть крепостными они получают ура свободу но теперь они временно обязаны что это означает чтобы получить землю на которой они работают они должны ее выпить пока они не выкупят они должны отрабатывать старый под этим повинности своих господ память второе дома христианодвижимая мышца становится частная собственность рейт создается выборная крестьянская община и самоуправление и про сохранение появился 5 появляется отрезки специально получать какое-то количество земли качестве своей качестве своего на дело и стараюсь он гладил больше количеством земли этот кусочек у него отрезается в пользу память чтобы результате после первого дня эйфории все внимательно прочли манифест помещики были недовольны тем что я не хотели дешевую бесплатную рабочую силу крестьяне были недовольны тем что им не дали свободы и земли на что они рассчитывали дошло на того что они начали гранить помещичьи усадьбы заявляя что помещики скрыли от них настоящий царский манифест либерально настроенные реформаторские настроенные свое общество сочли что реформы нет нет реформы половинчатые не завершены дети которые готовили реформы сочли что общество слишком много на себя берет что мы не готовы удовольствоваться даже тем что дали результате результате этой реформы недовольны были все даже александр второй который был обижен что его реформы благородный порыв не оценили следующий слайд следующая реформа наверно была самая успешная она чуть меньше касается общества и его состоянием у нас она тоже важна это военная реформа список что было сделано примерно вы видите здесь на экране это считается наверно самого успешно военная реформа в истории нашей страны фактически она создала вову самое главное что она сделала для нас в плане развития общественных отношений впервые в русской истории появилась каста профессиональных военных из-то раньше офицеры набирались из дворянства и теперь если ты хочешь быть офицером ты должен пройти юнкерское училище появляется каста потомственных военных которая будет существовать до самого конца российской империи более того часть этих самых офицеров потом окажется еще и в красной армии и кое-кто на на единице и шестнильчике тоже переживут репрессии 30-х годов самая любимая реформа александра второго который вносился как списанная тормой которым занимался лично и разрабатывал от начала и до конца это судебная реформа то здравствует российский суд самый гуманый суд в мире это истинная правда александра второго и у министра угол создает самый ну как сказать самый справедливый суд европе и на это даже во все у нас на всем земном шаре на тот момент который был примером и образцом для других стран нашему басманного правосудия есть чему получится это осуществляется только в суде судебная власть отделяется от власти административно появляется наконец адвокаты отдельный прокурор отдельно судьи отдельно процесс состязатель вводится суд присяжных для всех важных дел судьи не смею не сменяется мировые судьи выбирается без сословной суда все сословия подчиняются одному суду глажность судопроизводство устность то есть никаких там письменных залочных суд судебных оттяж не было в этом создается такая ступенчатая система мировой суд там сенат как высшее судебное орган потом окружные суд фактически эта система существует до наших дней более того очень важно качество людей которыми она она наполняется как правило там эти профессиональные обладающих единонной честности и порядочности к чему это за примером далеко ходить не надо следующий слайд реформа образования всем присутствующие так или иначе связаны со сферой высшего образования такого все вузы были поделены на 4 факультета историко-филологический медицинский юридический и физико-математический кроме питерского университета там создан институт востоковедения поскольку нужны были специалисты для армии разбирались бы в делах востоков ведь он как известно дело тонко ректора и декана были выборные вообще как он является на мой взгляд таким вот локмусовой бумажкой реформаторских реконсервативных настроений страны властей если настроена такого на смягчение на проведение реформ то ректора и деканы как правило выбираются если идет курс на когда консервацию положение на диктат сверху на централизацию моментально ректоры и деканы начинают назначаться сверху после смерти александра второго закон будет изменен ректор начинает назначаться в министерство образования третье но в университете существует еще специальный университетский суд который разбирает дела между студентами и студентами преподавателями там какие-то конфликты а также избирать специальный проект организации жалоб студент из такой вот посредник между администрацией есть есть учеба есть очень интересно никаких никакого пятилетнего обучения четыре года четырехлетнее обучение и обучение трехступенчатой кандидат магистр доктор то есть во многом это похоже на ту европейскую модель которая была тогда быстро все это вышло из гумбардовских с гумбардовской модели лучшего образования учебные пособия то есть учебники не цензурируются можете ввозить любые учебники за рубежа цензура их трогать не будет вообще александр 2 но из первых дел он существенно облегчается ну наконец для среднего образования развивается сеть в разных классических гимназий однако спешу отметить что никаких лозунков по поводу бесплатности образования и право каждого как гражданина на получение лучшего образования не хочет и хочешь учиться платить день ну наконец признаюсь мои любимые дефон основной вы видите на экране известно избирается сроком на три года они формируют земские управа то есть от такие грубо говоря законодательное собрание ростовской области примеру приложил и некий орган который был бы что что-то типа правительства ростовского но при этом сохраняется власть власть губернатора которые назначаются сверху санкт-петербург председательный меняется предводитель местного два не безвозвестны киса воробянинов мог вполне возглавлять какую-нибудь земскую право совместно контролируется губернаторами естественно внутренних дел почему ну мало лишь выйти земства придумают они же могут там не мне просто заниматься согрежание путей сообщения школами больницами образовательного здравоохранения торговлю и промышленность а еще какие-нибудь там разные небезынтересные вещи типа политических требований тогда эти мысли земства появлялись и о том что уже 80 уже в 70-е годы появляется движение засосов так называемого земства земств то есть всероссийского земства где были бы представлены все эти земств из некоего представительного органа при особе императора она оказалась не не до конца выполнена почему земство называли системой без фундамента и крыши то есть не было самой низшей ступени земского самоуправления то есть не губернских активных там уездных или волосных звезд и не было всероссийского земства земств то есть некоего представительного органа можно даже сказать шепотом парламент не дай бог откуда там поехали дальше городовая создавались ура городский дух города могли заботиться теперь сами о себе проводить свою политику и тогда справиться в танино 4 года формирует они тоже городского права во главе с городским головой в скобочках отметим что городским как головой не мог быть евреи и более 3 и народ и народ под и народ сами понимали спасло представители неправославные линии не могли быть классными то есть депутатами городским и вы выглядите избирательный цен здесь очень важно один момент на но я здесь это с вами сформулировал в праздничать должен был платить налоги на самом деле не совсем так у человека не должно было быть недоимок по налогам это очень важная идея идея которая была лозунком американской революции восемнадцатого века но так священна золотой презентации нет налогов без представительств если ты не платишь налоги точнее в америке не было нет представительства без налогов если мы платим налоги трудайте нам то дайте нам представительство здесь немножко по-другому если тебя если ты хочешь под тебя избрали друг мой заплатить налоги избирайся спокойно вот это вот увязка плата налогов и возможность избирать и быть избранным органы городской власти нас очень важно функции в принципе то же самое что и в земле дороги биржи и порты образование здравоохранения тогда самым пример это разве успеха городской реформы это наш с вами город ростов-на-дон он начинает крайне динамично развиваться с этого момента и в первый десятилетие после людей после появления городской думы в ростове на данном ростове появляется газовое освещение набережная биржа водокачка садовая я превращается из залито игра и грязью улице в учащенную нормальную центральную ну практически центральную улицу и так далее с городом позволили заботиться о себе сами они решать эти все проблемы в чтобы нам построить бирже нам нужно было ехать в столицу губерний город елизавет кратко современные днепропетровск туда и часто по дорогам ехать то не ближний путь а в конце девятнадцатого века как вы понимаете то еще дольше а железные дороги еще между тем нету реакция общества но вот самое интересное как реагирует общество на все эти нефор первое различимые интеллигенция то есть наиболее передавая образована часть общества выходцы из разных слоев начиная верхушки крестьянство купечество промышленников и даже упаси господи двое двое аренство не да вот на игре позволите это все а где а где а где продолжение давайте дадим больше прав съемку давайте крестьянам наконец дадим земли они только свободу это мы давайте создадим какой-то парламент что нет второе распространение социалистических идей с местами разочарований результатами революции противоречия за такого капитала в европе начинается революционные различные течения революции заканчиваются ничем но идей марксизма лименизма и прочих социальных маркса лениться и прочих социалистов активно будет по европе в качестве призрака кому-либо заходят в российскую импиду и находят себе множество последовательно особенность в отличие но так красиво христианской страны то рассчитывать на рабочую революцию на приход кластера почек было бы по крайней мере не беда об этом будут говорить мне на умные люди семнадцатом году но мы сами все знаем поэтому появляется идея что русский социализм это социализм крестьянский я снова и для себя христианская община они рабочие на заводе второе крайне методы борьбы будет путь до террора если власть не хочет проводить реформы мы ее заставим мы убьем каждого говорят революционеры кто против рефор если у нас есть например харьковской области князь карапанкин сатиро 2 2 2 2 1 брата анархиста который плохо обходится с политзаключенными мы убьем его если наш царь не хочет проводить реформы мы убьем царе тогда произойдет революция после которой проект спустя которая либо будут правительные реформы либо становится крестьянская община как основа государственная власть наконец-то эти разночения состава движения с высоким процентом студенческой молодежи студенты молодые люди горячим сердцем активно идут в революционер более того кладут свою жизнь на алтаре на алтаре революции следующий стаду начинается собственно вся террористическая деятельность первое покушение на ней на александра второго студент каракозов стреляют у него 70 в 74 году наши революционеры додумывается в обе чего нужно пойти нужно устроить хождение в народу крестьяне не добрый но не просто не знаю им нужно пойти еще объяснить результате целое поколение молодых людей уставились учителя и фельдшеров и агрономов и ветеринарами в деревне 9 свой долгий тяжелый подпольный нервный труд пора по просвещению крестьянства но большая часть из них потом возвращается разочарованными в город считаю что крестьяне революции не готов некоторые из них некоторых из них жизнь складывается не очень удачно потому что крестьяне не понимая зачем царю конституция сегодня уже есть жена их бьют сдают в полицию наконец конце 70-х годов начинается террор точнее он продолжается теперь под прицелом становится сам цель например 79 году когда александр второй идет пешком через дворцовую площадь до этого момента такого понятия как охрана императорская особа вообще не царе не было охраны они ходили повод по петербургу любое время дня ночи без охраны и никого даже голову не приходила напасть на государе императора пышных кортежей там до сотен тысяч охранника вокруг не за чем 70 я там году некий студент по фамилии соловьев прямо на дворцовую площадь и начиная стрелять александр 2 тот в результате бегом от него бежит спасая себя как заец и в результате такие успевают сбежать в зимний двор дворец конечно страшнейший позор для монархии когда царь рядом со своим дома вынужден убегать от человека который у него стреляет результате дальше пожалуйста выше чем мы перейдем по кончайной истории очень интересные момент я думаю старшее поколение когда училась проходила такой процесс веры засудить чем заключается с ужасом мир и так чем еще в чем история был такой петербурге губернатор 3 вроде неплохой мужик учились особо не представляю тут нам на горе он случайно поехал в тюрьму с инспекцией встретил там полить заключенного сказал заключенный почему ты не снимаешь шапку когда-то должен приветствовать меня снял кто сказал я перед тобой негодяй и сатрах шапку снимать не в результате жизни происходит битерный диалог когда он сбивается этого заключенного шапку потом заставляет миссию в это время молодая революционер вера засудить ну как по тем временам не очень молодая уже вот ей уже 30 лет она решает остановить приводить револьвер войдет в сумочку идет на прием к требовал он там справа достают револьвер и стреляет его получают рану по одной из версий в живот по другой версии он пытался от него сбежать и получила в мягкие мышцы вы меня поняли из-за прочим говорят что очень долго лечить ее естественно арестовывать она не думает операция ее судят никто не рассчитывает на то что идет пустят не федор федор иванович по моему фоне который был председателем суда пусть он не думал что ее отпустят что ее правда не адвокат александров александр произвести блистательную речь в результате засулич оправдывают чем руководство соприсяжные они говорят что не такое сочувствие в обществе что если мы ее обвиняем виновной это приведет гораздо более катастрофическим последствиям чем ее оправдали какие выводы из этого мы делаем первое судебная система работает представьте себе политическое дело не просто политическое дело политический терроризм фактически девушку оправдывают можем ли мы себе это представить нашим 21 веке просто поправдание политического дела ответ вы знаете второе это означает что можно если ты считаешь губернатор плохой человек негодяй и так далее и законы чести заставляют тебя наказать у значит можно в него стрелять губернатор глава там местной думы глава полиции так далее значит может в россии прокатывается волна террор у вас очень быстро делает вывод политические дела дела по политическому терроризму перемещается в военную в военный суд там уже с этими ребятами не церемонится позже за суд еще интересная история она умрет после революции семнадцатого года получи крайне разочарованной в приходе к власти большой у вас там расскажите денег предал революции поехали дальше наконец последний по нему александр второй который вот 70-е годы разочаровавшись реакции общества считаю что она не оценила и будет деятельность он разворачивает полицейскую реакцию теперь же когда охота начинается лично на него он решает что-то таки продолжить реформу дать общество то что она хочет тогда возможно от него отстал а у нас человек достаточно молодой как считает ему 62 года у него полагаешь она учится недолго же после очередного покушения взрыва рабочего степана халтурина в зимнем дворце главой внутренних дел назначается князь михаил тарелавич ворисме он говорит он проводит расследование приходит выводишься причина террора вне завершенности реформ давайте одной рукой мы подавим репрессиями революционное террористическое движение второй рукой мы закончим реформу что он припадает дефекировать третье отделение который крайне непопулярно передать его функции полиции репрессии я сказал ликвидация временно обязанного положения крестьян отмена подбушной подати как торможение развития экономики и крайне непопулярно совершенствование системы самоуправления и создать представительного органа закона совмещательной полномочия 1 марта 1881 года александр 2 соглашается на создав такого представительного органа был близ себя такого протопарламента вот так сказал особое совещание одобряет эту меру но он будет взорван террористом пусть а несколько часов он умрет пути до выдачи его сына на сцене к александр 3 своем манифесте очень четко даст понять что никакой конституции никакого парламента вы не увидите более того когда новый министр внутренних дел князь игнатьев предложит а давайте мы вот земский собор который был при царях 17 веке заново возродим нас такая хорошая традиция гнатьеву скажут что он совсем дурак и угол таким образом великие реформы окажутся не окончены здесь я бываю спасибо за внимание мою принести более вели в общем тогда я не знаю было бы можно ли было брать взрывами в кредит деньги развиваешь варианты какие-то будьте добры у вас вопросу да что нужно в россии появился суд присягу засуги до 1800 во время судебной реформы появляется суд присяжных да но процесса после процесса засудить суд присяжных в отношении политических дел прекратился сделал были перед военные в военную прокуратуру и военные суды которые подчинялись во военному министерству девушка ну например крестьянам из бедных семей нет то есть я хочу обратить внимание на что образование как социальный лифт на тот момент еще так не работал как бы хотелось то есть идеал из грязи в князе через получение образования на тот момент был мало возможно не подкажется циркуляру кухаркиных детях на память цитирует там была такая фраза детям кухарок лакеев там приказчиков и так далее список список прилагается кроме тех кто своими способностями показал особый там особый уровень подготовки тогда надо получать высшее образование он прикрыл возможность даже этим людям имея средства вырасти куда но в целом никто никто не говорил что достигнув 17 лет на 5 на должны идти поступать с такого как сейчас россии закончил школа 18 лет что вы получаем высшее образование нет такого не было то есть люди зарабатывали деньги заработать деньги пойти учиться там поучиться и после этого идея лучше образование как-то себя дальше реализовывать кто-то умудрялся сочетать выше обучение в учебных заведениях с работы но тогда поймите тогда вот корочка о высшем образовании она не гарантировала тебе успеха в жизни грубо говоря если ты хочешь заняться приказчиком если ты хочешь заняться приказчиком к ел педефору трахимовичу то возможно что размахивайте полного высшем образовании перед ним даже не стоит вот правда попрошу вас спасибо за вопрос мне кажется что реформы были не закончены то есть дальше то что просто если я начал рассказывать праву александра 3 меня вы физики вы закидали потом чем не просто я бы очень сильно так вот после смерти александра 2 начинается откат по многим пара мне кажется что реформы были не закончен то есть городские думы не получили всех полномочий каких они могли получить они слишком контролировались из центра земс не было судно парламента как представительного органа положение крестьян было не до конца отручено фактически крепостное право будет существовать в россии до 1961 года пока хрущок не выдаст наконец-таки паспорта всем колхозникам неразрешен там там ездить города свободы судебная реформа тоже была был вывод как наса политические дела и занимались из обычного судопроизводства но если бы этих реформ не могу произведено я полагаю что в россии случилось бы революция гораздо раньше и неизвестно чем все закончилось вместе с тем они были незакончены то есть когда николай второй выступает на престол от него будут ожидать продолжение политики деда вместо этого нервно терепя трону речь скажет оставьте бессмысленные мечтать почему это привело все знают еще были вопросы а да простите вы спасибо коллеги все все слышали вопрос а сама вопрос заключается лучше почему молодые люди шли в террор на что они рассчитывали а и рассчитывали что убив царя начнется революция которая сойдет этот строй это первое они рассчитывали что в городах начнется вот эти вот молодые люди что у народ проснется чтобы знаете вот такой человек список клопоком просыпается открывает глаза и начинать живите украина они рассчитывали на месте с тем это было романтик молодые люди которые всегда радикально настроены которые нет 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 середины почему у нас так же за неправильного строго почему у нас так не справедливо они искали правду в радикальных идей более того большинство из них выходцы не самых обеспеченных слоев и они говорили почему этим все а мне ничего почему я работаю там десятилетиями прятость могу добиться того что есть например князя долгорукова просто потому что князь долгоруков и его предки пришли сюда вместе с юриком не это то это плохо это не должно это было время о революционной романтии то александр вторую одна одна из версий убийства царя причин заключалась в том что если не произойдет революция то хотя бы придет новый царь который продолжит революцию можно последние два договорились молодой человек до военной реформы система была такая была древняя русские наборы которые вилочи петр алексеевич 1 крестьян забревает в одном учебу отступка от какого-то конечства двору сроком на 25 лет двадцать лет это служит вами потом пожалуйста иди домой в городу интерес второй вариант это военный поселение что такое военное поселение полдня солдаты маршируют на плацу пол я не грубо говоря сажают картошку с они должны сами себя обеспечивать военные поселения естественно приводили чем у вас и не солдаты и не крестьяне не пойми что первое что делать александр второй он уже в 57 году уничтожает военные поселения и красную по имя из тоже от меня вместо нее появляется всеобщая воинская павиль все должны служить в армии там достаточно сложная система зависимости от уровня вашего образования вы должны служить в армии солдатами определенное количество времени на пламени на фронт пример вот вас есть мыши организовали вот выбор российской империи служили бы полгода в российской если вы полете вы будете понятно год топтаться в собаках тогда вот тогда полгода ну проще нюансы как говорить не рассказывать не буду сейчас еще создавать сфинкерские училища для подготовки военных кадров так далее которые были доступны для разных сословий армии становится все все со словом если ты дворянин это хочешь быть офицером иди походи в юнкерском училище и последний вопрос девушка будьте добры мне кажется тут надо говорить о роли личности в истории в том в том числе он не был реформатором по призванию скорее всего он понимал что дальше так нельзя что накопился определенный город проблем которые можно разрешить этим образом давать отменим крепостное право тогда вот мы хотя бы избежать крестьянских пунктов вокруг него было очень много дельных людей которые собственно двигали его рекорд например братья не будьте на николай дмитрий дмитрий был военным министром правил военную форму николай дмитрий разрабатывал крестьянскую реформу судебную городовую земске он рано умер потом много до конца не дарил а решится наведение парламента в россии в которой была очень сильная традиция мощный к самому мощной власти монарх едино личная власти монарха где николай 1 30 лет решал все вопросы едино лично вокруг него не было советников вокруг него будет исполнить и переломить такую традицию создать парламент для этого нужно было иметь жест иметь волю петра 1 александр 2 был не такой человек и он не чувствовал необходимости в создании конституции парламент концу жизни когда его начали бежать если мы этого не сделаем будет еще хуже он на этот готов в общем то примерно такой же характер у нас следовал николай 2 так же самое готовность колебаться от одного к другому неспособность принимать еще больше неспособность принимать решения но но александр 2 все равно вошел в нашу историю как важный как важный правительство и точки зрения что он решился на проведение 6 на того не что он решился гораздо гораздо хуже спасибо